Если человек не может быть достойным, он не получит счастья. Достоинство означает понять свое положение, свою ситуацию. Нельзя зависеть от человека. Вот допустим, у меня такая работа, такая работа. Остановись, успокойся. Да нет, Олег Иванович, ну я ждал всю жизнь, вы что? Я говорю, успокойся. Не зависеть от того, что произошло. Потому что если вы пали в зависимость, значит тогда вы ничего из этого не получите. Допустим, ваш друг, ваш знакомый стал чуть ли не президентом страны. Очень высокое положение в обществе, да? Вашему прям другому, да? И вы как бы нашли возможность встретиться с ним. Привет. Он будет с вами здороваться или нет? Нет, потому что вы потеряли себя. Как вы с ним должны общаться? Как раньше. Если сможете. А если не сможете, тогда не лезьте к нему. Вы только хуже. Вы потеряете эту дружбу. Девушка сильно хотела замуж. И вдруг она увидела, что у нее смотрит какой человек. Ну ты что надо? Чтоб не пил, не курил. Цветы всегда дарил. Тище мамой называл. Был спиртным равнодушен. И в беседе был нескужен. И к тому же, чтобы он, ну, и красив был, и умен. Ты привязалась к этой мечте. Ты потеряла себя в этой мечте. Ты забыла про себя. Ты перестала быть самодостаточной. Означает, что то, что тебе Бог показал, не будет твоим. Для того, чтобы это было твоим, ты должна быть самодостаточной, непривязанной к этому. У тебя слюна не должна течь. Ты должна оставаться на полне рядом с таким человеком. Иначе ты его потеряешь. Это и касается мужа и жены, с которым ты живешь. Надо всегда быть самодостаточным рядом, чтобы не зависеть от близкого человека. Зависимый человек становится несчастным. У него перестает быть красивым. И разрушает так свою жизнь. Надо зависеть от тех источников, которые связаны с Богом. Они никогда не делают человека несчастным.